Значит, ну вот о памяти, о воспоминаниях Ивана Георгиевича Катаева. Значит, я работаю доцентом металлургического факультета. С Иваном Георгиевичем мы встречались многократно, и, в общем-то, наша дружба продолжает. Ивана Георгиевич Катаев, значит, в начале своего творческого пути, когда планировал поступление в наш паритехнический институт, то в начале он выбрал стезу не физика, как в дальнейшем уже стал профессионалом, а поступал на металлургический факультет. И его это привлекало. И в течение многих лет, значит, у него была такая привязанность, ну, любовь, что ли, к металлургам. Он у нас студентом, нашему студенческому потоку, читал лекции по физике, значит, ну и вот при встречах мы обсуждали некоторые там, ну, назовем научные проблемы, касающиеся металлургии. У него всегда были какие-то вот глубокие такие вопросы, глубокие поднимал он в корень, смотрел этого вопроса. И очень это, конечно, ипонировало. Ну, не поверхность там что-то такое, а сразу, допустим, строение атома, почему, значит, идет там модифицирование, какие элементы можно применить более, чтобы удачно был процесс прошел, ну и так далее. Ну, а как человек Иван Георгиевич, конечно, был очень отзывчивый. Он всегда мог проконсультировать по любому вопросу, по научному или житейскому вопросу. Он очень дружил с Вершининым Петро, который был кандидатом у нас, защищал диссертацию. И они, в общем-то, родом из Кировской области, святки. И поэтому дружба, значит, вот с металлургами продолжалась и на этой почве. Ну, и в последнее время, конечно, Иван Георгиевич немножечко болел, но все равно мы, вот, ну, например, я его тоже навещал и дома бывал у него. Очень такие дружеские отношения были. Ну, человек очень коммуникабельный, очень доверчивый был человек. Ну, и по всей видимости, конечно, может, и в какой-то степени уязвимый. Поэтому иногда вот порассуждаешь, поговоришь, как-то успокоишь его и так далее. Ну, вот, поэтому светлая память о нем останется у нас навсегда. И мы, металлурги, гордимся тем, что такой вот ученый, выдающийся, который открытие сделал, вел занятия у студентов на нашем факультете. И поэтому его лекции отличались, понятно, четкостью, грамотностью, доходчивостью. Он очень был объективен к студентам при постановке, при оценке их знаний, при, значит, вот, когда экзамены принимал. И поэтому его студенты очень любили, уважали, ну, и тоже будут помнить очень, так сказать, долго. Вот, поэтому вот такие дела, добрые слова о нем можно сказать. До новых встреч!